МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это итоги недели в студии Мария Бересневич. Здравствуйте. Далее коротко о главном. Коммунальные услуги, прожиточный минимум и дачный сезон. Пенсионеры смогут купить билет на поезд с 50-процентной скидкой, на что распространяется акция. Они сражались за Родину. Сразу слезы наворачиваются и только тормозишь свою душу. Ветераны Великой Отечественной получают матпомощь ко Дню Победы. Какие недельские воспоминания хранят снимки? Дорогой памяти. Бобруйск открыл новый велосезон. Впервые участвуем. Эмоции переполняют. Тех агитируют и обратно ехать на велосипедах. Как это было? 50 оценков пластика. В городе началась продажа искусственных цветов. Все хотят яркие, ярко-желтые, ярко-оранжевые. Что стоит знать, прежде чем заплатить за неувядающую розу? Очередная забастовка, крупная сделка и нулевая терпимость. Власти Китая бьют тревогу из-за роста инфицированных COVID-19. О каком количестве речь? Время обкатать свой байк. В городе прошел массовый велопробег. Маршрут движения «Вечный огонь» Минская Карбышева-Бобруйск-Арена. Общая протяженность около 6,5 километров. С каждым годом к двухколесной акции присоединяются все больше жителей. Продолжит тему Максим Кембель. На календаре 30 апреля на часах 9.30. К «Вечному огню» продолжают стекаться сотни любителей двухколесного транспорта. Бобруйск готовится открыть велосезон 2022. Вчреждение образования, предприятия, общественные объединения, руководство города – простые бобручане. Состав участников весьма внушительный. Как настроение сегодня? Хорошее, отличное. Хорошо, а как часто катаетесь на велосипеде? Куда ездите? В семейные поездки бывают. Папа, мама, я. Летом часто очень. Время вместе с семьей на велосипедах проводите? Да, у нас велопробеги и вообще очень любим кататься на велосипеде. А куда ездите? Ой, куда угодно. И в лес, и по городу, и за город. А ты на велосипеде часто катаешься? Куда ездишь? Может, с семьей, с папой, с мамой? Ну, просто катаемся. Ну, а семья время проводите на велосипедах? Ну, да. А кто в семье катается? Я и мама. Все в сборе. 10.00. Велосезон официально открыт. Поехали. Маршрут движения. Минская Карбышева. Общая протяженность более 6 километров. В колонии полторы тысячи человек. Спустя полчаса колонна прибывает на конечную точку. Это братская могила на территории Бобруйской крепости. Символичное место финиша – мемориальный комплекс жертвам фашизма. В год исторической памяти важно сохранить правду о той страшной войне. В память о героях, павших за свободу и независимость нашей Родины. Подножию мемориала возлагают цветы. Дань уважения тем, кто отдал свою жизнь во имя будущих поколений. И все-таки велопробег – это праздник. Отложить все дела в сторону и присоединиться к эко-движению. Это проба Бручан. Есть единство какое-то. Это приятно. Весна, праздник, день победы скоро. Круто! Впервые участвуем. Эмоции переполняют. Всех агитирую и обратно ехать на велосипедах. Потому что это полезно, весело и интересно. Ежегодно принимаем участие. Замечательное настроение. Всегда боевое. Спасибо большое организаторам. Я благодарен, конечно, всем, кто присоединился к этой доброй нашей акции. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба и, самое главное, хорошего настроения. Велопробег становится еще одним доказательством. В обручании единой. В своем настроении, целях и любви к своей Родине. Максим Кембель, Станислав Чичерин, Максим Галеонко. Итоги недели. Потяжелевшие жировки, дачный сезон и новые тарифы. Май принял жизнь белорусов в список изменений. Что стоит знать? Громкие заголовки недели. Далее в специальном обзоре. В стране увеличился бюджет прожиточного минимума. Размеры утверждены на период с 1 мая по 31 июля. Он составил 311 рублей 15 копеек в среднем на душу населения. Это на 4,9% выше, чем был с 1 февраля по 30 апреля. Вырастут также и детские пособия. В мае отдельным белорусам придут потяжелевшие жировки. Раньше за некоторые виды коммунальных услуг не взымалась плата, если человек не находился по месту жительства больше 10 суток. Теперь это правило не будет действовать для граждан, которые не платят налоги и выехали за рубеж более чем на 30 дней подряд, начиная с марта этого года. Исключение – лечение с границей. В Беларуси поднялись тарифы на электрозаправках. Стоимость услуги увеличилась на 6 копеек. Сейчас киловатт на быстрой зарядке обойдется примерно в 39 копеек, а на медленные – в 29. Напомним, с 2014 до этого года станции для зеленых машин в нашей стране были бесплатными. Два оператора сотовой связи МТС и А1 подняли цены на интернет. Перерасчет тарифов, в которые входят услуги передачи данных, произойдет в течение одного дня. Что касается лайф, здесь стоимость не меняется. Зато тарифы Белтелекома тоже подорожали. Пенсионеры могут купить билет на поезд со скидкой 50%. Для этого нужно предоставить оригинал удостоверения. Акция действует до конца октября и распространяется только на региональной линии эконом-класса. Традиционное снижение стоимости связано с началом дачного сезона. В предвкушении победы ветераны Великой Отечественной, обладатели военных наград и узники концлагерей получают единовременную материальную помощь к 9 мая. В списках 12 тысяч человек. Суммы от 750 до 1800 рублей. Премии свидетелям тех страшных событий будут выдавать ежегодно. Это решение президента. В незаживающих ранах далее. Леонид Котов радушно принимает гостей. На груди медали, в глазах грусть, отпечаток войны. Во время Великой Отечественной он был ребенком блокадного Ленинграда. В нечеловеческих условиях провел ровно 872 дня. В память врезались лишь голод, холод, страх и тревога. С тех пор мужчина мечтает только об одном – о жизни без войны. А теперь позвольте представителю почты выручить вам материальную помощь в размере тысячи рублей. Когда началась война, Надежде Хрущенской было всего 13. Именно в тот момент и закончилось ее детство. Семья пыталась сбежать, но дальше Смоленска пробиться не удалось. Город бомбили. Спустя время юная Надя попала в партизанский отряд. Воевала до самого дня освобождения. После, вспоминает женщина, восстанавливала разрушенный Бобруйск. Помогала расчищать завалы и руины. В 94 больше всего, говорит Болят, душевные раны. Как войну вспомнишь, так только и думаешь о пройне. Не хочется. Сразу слезы наворачиваются. И только тормошишь свою душу. Желаю счастья всем. Особенно молодежи. И защищать свою страну достойно. Выплаты материальной помощи ко Дню Победы – знак благодарности за верность и преданность. Слова поддержки в адрес защитников Отечества звучат по всей стране. Деньги уже получили 75% ветеранов. В 2022-м в списках 12 тысяч человек. Общая сумма – 11 миллионов. По решению президента премии станут ежегодными. Выплачивается ветеранам и участникам в размере 1000-1800. Узникам и членам семьи погибших в размере 750 рублей. Сегодня в Беларуси проживают 2000 ветеранов и еще 10 тысяч человек, пострадавших от последствий войны. И сколько бы лет ни прошло, все страшные годы будут помнить во все времена. Однако куда важнее чтить тех, кто пожертвовал детством. И тем более собственной жизнью ради Великой Победы. Мария Бересневич, Ольга Васенда, Максим Галеонко. Итоги недели. Жизнь – не кино. Это подтверждают печальные цифры статистики. С начала года в Беларуси произошло свыше 2240 пожаров. Погибли 303 человека. В Бобруйской ситуация тоже накаленная. Как бороться со стихией и чем опасны наступления весны? Смотрите прямо сейчас. Андрей Вячеславович, спасибо, что нашли время с нами встретиться. И первый вопрос о статистике. О чем она сегодня говорит? Сколько пожаров, сколько людей погибло? Да, сегодня, к сожалению, статистика в городе Бобруйске и Бобруйском районе нас не радует. Хотя в целом количество пожаров увеличилось незначительно. Вместе с тем выросло количество погибших на пожарах. В городе Бобруйске у нас уже на сегодня погибло 8 человек. В Бобруйском районе погибло 7 человек. При условии того, что в прошлом году у нас погибло всего за год 4 человека в городе Бобруйске и 4 человека в Бобруйском районе. То есть мы уже, если говорить про сухие цифры статистики, уже их перекрываем в два раза. Но на ваш взгляд, в чем причина таких неутешительных цифр? Причина, опять же, кроется в глубоком анализе причин этих событий. Конечно же, повлияла серьезным образом погода, которая была сухая, устоявшаяся погода на территории Могилевской области, соответственно, города Бобруйска. Было очень большое количество загораний сухой растительности. Но если посмотреть немножко по статистике, более предметно к цифрам обратиться. То есть у нас в жилом фонде произошло из 23 пожаров в Бобруйском районе 19, то есть это жилой сектор. И из города Бобруйска, из 44 пожаров, которые произошли в городе Бобруйске, 31 произошло именно в жилом фонде. То есть основное количество пожаров, которое происходит, это опять по-прежнему жилой сектор. По причинам пожаров у нас будет неосторожное обращение с огнем из этих же 19 в Бобруйском районе, 14 прошли по причине неосторожного обращения с огнем. И в городе Бобруйске произошло 22 пожара. Здесь следующие причины, примерно одинаковые, это нарушение правил эксплуатации электрооборудования и нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих установок. Вот три основные причины, которые сегодня влияют и на статистику, и являются основной причиной выкновения пожаров. Ну вот это логичный вопрос. Какие меры притремиваются, чтобы уменьшить количество ЧП? На постоянной основе работниками Бобруйского городела проводится работа через средства массовой информации, за что вам отдельные слова благодарности. То есть мы пытаемся донести основные требования безопасности до наших жителей города и Бобруйского района. Проводятся надзорные мероприятия инспекции надзора профилактики, сектора надзора профилактики Бобруйского городела. Проводятся рейдовые мероприятия по предупреждению тех же палов сухорастительности. Поэтому методы остаются по-прежнему те же, что и были ранее. Это профилактическая работа и надзорная работа, если определенная категория граждан не воспринимает эту профилактику, продолжает правонарушения, принимаются соответствующие административные меры. Сейчас весенне-летний период, многие люди отправятся на природу, на дачу будут разводить костры. Как обезопасить себя и свое жилище, негативные последствия? В данном случае есть требования пожарной безопасности, обязательные для исполнения всеми гражданами, по разведению костров, по приготовлению шелыков, мангалов. Эти требования стали достаточно просты. Раньше требовалось запоминать какие-то цифры, расстояния. Сегодня, перед тем, как развести костер, либо установить место для мангала, либо иного какого-то сооружения для приготовления пищи, необходимо выбрать это место следующим образом, чтобы разлет искры пламени не попадал на ближайшее строение. То есть это расстояние собственник должен выбрать сам. Должны быть условия безветренной погоны, не было сильных порывов ветра. Обязательное наличие первичных средств пожаротушения. Это может быть ягодный тушитель, ведро с водой, лопата с песком. Место это должно быть, если это кострича подготовлено. Обязательное условие, что непосредственно должно быть под наблюдением. И обязательное условие до полного затухания. Контролировать человек, который занимается либо приготовлением, либо разведением костра до полного затухания. Тогда соблюдается требование. Следующий вопрос. Как правильно себя вести на водоемах, реках? Основные требования прописаны жизнью. Запрещается купаться в состоянии алкогольного пенения. Прежде всего, особое внимание необходимо уделять детям. Ведь, как правило, тонут не те, кто не умеет плавать, а те, кто умеет и неправильно рассчитывая свои силы. Если используются маломерные суда, значит, у нас есть инспекция по контролю за маломерными судами. Должен быть технический осмотр. И эти средства должны быть укомплектованы средствами спасения. Это жилеты и спасательные круги. Потому что в случае необходимости можно было оперативно оказать помощь тем людям, которые в этом нуждаются. Спасибо, Андрей Вячеславович. Выселить нельзя оставить. Знаки припинания фразера ставили судебные исполнители. На проспекте строителей долг 8 тысяч рублей стал поводом для принятия радикальных мер. В Абройске это уже десятый случай с начала года. Всего в городе больше двух тысяч неплательщиков. Как не попасть в блэк-лист приставов? Для жительницы дома по проспекту строителей настало время платить по счетам. Только уже не по коммунальным. Приставы пришли не с пустыми руками, а с решением суда о принудительном выселении. В квартире никого. Дверь приходится вскрывать. Присутствие представителей взыскательных жрехов Первомайского района города Бобруйска. Участкового инспектора отдела милиции Первомайского района города Бобруйска судебных исполнителей. Здесь уже давно нет ни света, ни тепла. Квартирантка не платила по счетам с 2015-го. Как известно, она два года живет в России. Однако внутри все следы пребывания. В коридоре с топкой сложены повестки. На балконе сохнет одежда. В раковине немытая посуда. Когда женщина вернется, внутрь попасть не сможет. Вещи арестованы в счет долгов. Должники погашали задолженность частично. На сегодняшний день более 8 тысяч задолженность за женщин и коммунальные услуги. И плату за пользование жилым помещением. Это жилое помещение является арендным. В доме по бульвару при Березинскому ситуация другая. Бывшая хозяйка квартиры не успела приватизировать жилье. И оно перешло в разряд арендного. Теперь ее сыну придется покинуть родные стены из-за неоплаченных счетов. А это почти 10 тысяч рублей. Капала сумма с 2014-го. Этот поломанный диван, старый шкафчик и неработающий телевизор сменят место жительства вместе с хозяином. Вместо двухкомнатной квартиры необустроенное жилье в 26 квадратов. Такова цена неоплаченных счетов. Принудительное выселение – дело нередкое. В этом году в Бобруске уже 10 случаев. За тот же период 2021-го всего 7. Повод для таких радикальных мер – задолженность по жилищно-коммунальным услугам и аренде в течение минимум 6 месяцев. Однако есть и другие способы борьбы с неплательщиками. Судебные исполнители принимают меры обеспечительного характера. Такие как обращение взыскания на имущество должника, на денежные средства. Также обращаем взыскание на заработную плату. Сейчас в Бобруске больше 2000 неплательщиков. Общая сумма задолженностей – 812 тысяч рублей. Чтобы не пришлось ночевать по новому адресу, не стоит пренебрегать счетами. Тогда и совесть будет чиста, и сон спокойнее. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Человек-эпоха. В Бобруске открылась выставка, посвященная памяти патриаршего экзарха всей Беларуси, митрополита Филарета. В проекте представлены работы художников и иконописцев из Беларуси, России и Молдовы. А также лауреатов Всебелорусского конкурса детских рисунков на тему истории и современности православной церкви в нашей стране. Отдельным блоком выделена фотоэкспозиция, отражающая жизненный путь экзарха. Являемся человеком с большой буквы, личностью, который внес огромный вклад в развитие православия на белорусских землях. Вот эта выставка уже на протяжении полугода, чуть более, путешествует по городам Беларуси. Вся жизнь митрополита Филарета служение церкви и людям. Владыка неоднократно посещал Бобруск, освящая храмы и колокола. Сама же выставка, которая проходит в рамках шестого международного художественного пленера «Святой земли белорусской» продлится до 29 мая. Время работы понедельник-четверг с 10 до 17, пятница-воскресенье с 11 до 18. Вход свободный. Лепестки из синтетики, стебель из пластика, сердцевина из пенопласта. До радуницы остается всего два дня. Точки по продаже цветов на пальцах не счесть. Букеты на любой вкус и кошелек можно приобрести на рынках, ларьках и даже супермаркетах. Искусственные розы хоть и простоят год, но планете выйдут в минус на несколько столетий. Почему, разбиралась Карина Гуревич. Пурпурный, фиалковый, сиреневый, небесно-голубой. Цветочные ряды по традиции разворачиваются по всему городу, только веет от них грустью. Православные верующие готовятся встречать радонницу. В этот период продавцы искусственных цветов вытесняют своих коллег с другим товаром. Очереди у прилавков начали выстраиваться еще за несколько недель до праздника. Выбор колоссальный на любой вкус и кошелек. Самые дешевые на рынке продают всего за 80 копеек. Дорогие обойдутся в 14 рублей. Все хотят яркие, ярко-желтые, ярко-оранжевые. Говоришь орхидеи, кто-то видит не орхидею, а ромашку. Ну, то есть, кто-то называет по-своему гербера. Такие красочные даже может показаться, что живые. Но не стоит заблуждаться. Нежные лепестки из синтетики, сочные веточки из проволоки. Без сомнения, искусственные цветы – это практично. Плюс сезонный бизнес приносит прибыль. Однако на смену вековой традиции пришел другой тренд – эко. Ведь заботиться о будущем так же важно, как и чтить прошлое. Пластиковые цветы имеют такой состав, который не позволяет их переработать в дальнейшем. Потом миллионы тонн этих отходов пластиковых отправляются на объекты захоронения отходов. Срок разложения этих отходов составляет порядка от 100 до 500 лет. То есть переработать их нельзя. Они создадут определенную тропогенную нагрузку на окружающую среду. Практически ежегодно Минприроды призывает белорусов не украшать могилы родных и близких ненастоящими флористическими композициями и заменить их на живые. Как альтернатива – цветы в горшках, карликовые кустарники, газонная трава и свечи. Впрочем, каждый покупатель остается при своем мнении. Я считаю, это красивые цветочки. Скажите, а живым не думали отдать предпочтение? Это тоже я куплю обязательно. Это просто, чтобы оно уже лежало в течение года. Живые покупают дорого, а свои еще только-только начинают ехать. Не получается по времени просто. А так живые бы могли отдать, конечно. Мы там потом мусорку их выкидываем. А куда девают этот мусор, мы же не знаем. К пластиковой проблеме в праздник привлекает внимание и церковь. Православные экологи советуют высаживать на могилах живые, неприхотливые растения, которые помогут сделать захоронения ухоженными. И отмечают, использование искусственных цветов не несет богословской символики и часто объясняется только желанием сэкономить. Лучше брать, конечно, живые цветы, потому что у Бога все живы. И людям усопшим будет намного приятнее, если мы возьмем с собой какой-то живой. Пусть это будет один цветок, но он будет живым. Хотелось бы, чтобы люди отошли от этой привычки. Да, эти цветы, они, конечно, долговечные, они более-менее красивые. Но, опять же, выгорают на солнце, и куда потом девать этот тонный тепластика. Чтобы большие выходные прошли без происшествий, милиция перешла на усиленный режим работы. В местах захоронения и богослужения дежурят пешие наряды. Особое внимание уделят и дороги. Тем, кто планирует посетить кладбище на собственном автомобиле, нужно заранее ознакомиться со схемой движения и построить свой маршрут. На улице Минской и улице Светлогорской будет установлено ограничение скорости до 40 км в час. Также на улице Минской и улице Светлогорской будут организованы дополнительные парковочные места для людей, прибывших к местам захоронения. О правилах безопасности стоит помнить и на самих кладбищах. Не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла. Если нужно сжечь мусор, выберите площадку так, чтобы исключить возникновение пожара. И самое главное – глаз да глаз за детьми. При посещении кладбища не выбрасывайте горячие спички и окурки, не сжигайте мусор. Для этого существуют специально отведенные места для его утилизации. Не оставляйте стекло, бутылки, какой-либо другой еще мусор, который может спровоцировать возгорание. Не оставляйте без присмотра зажженные свечи и лампадки. На праздник движение городских автобусов организовано по расписанию выходного дня. Также маршрут 13А и 13В продлены до ломов. В тестовом режиме ходит и 4Г до кладбища Восточное. Подробности на сайте исполнительного комитета. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Американский астронавт, песчаная буря и новый владелец Илон Маск покупает Твиттер. Какой станет популярная соцсеть? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Илон Маск покупает Твиттер. Заключительный раунд переговоров с руководством компании прошел в понедельник. Сумма сделки – 44 миллиарда долларов. Соцсеть в последние годы обвиняет в цензуре. Маск, в частности, планирует изменить правила модерации, сняв ряд ограничений на публикацию контента и открыв доступ к алгоритмам платформ. Польские авиадиспетчеры объявили забастовку. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. Улица планирует почти 400 специалистов. Если это произойдет, в мае страна будет вынуждена отменить сотни рейсов. Власти КНР предупредили о росте числа заражений коронавируса в Пекине. За сутки было зарегистрировано всего 22 заболевших. Однако чиновники назвали ситуацию мрачной и сложной. Десятки жилых домов закрыты на карантин. Веден жесткий контроль на въезд в город. Китай – одна из немногих стран, которая придерживается политики нулевой терпимости COVID-19. В Ираке бушует песчаная буря. Ее власти призывают жителей не покидать дома без острой необходимости, а выходя на улицу надевать защитные маски. Десятки людей попали в больницы из-за проблем с дыханием. По причине практически нулевой видимости в ряде аэропортов отменены или задержаны рейсы. Компания SpaceX отправила к МКС корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту. На станции они проработают полгода и проведут более 200 научных экспериментов. В том числе исследование того, как ушитые раны лечатся в состоянии микрогравитации. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бавруйск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин